Всем привет! Меня зовут Дмитрия, я графический дизайнер и сегодня я расскажу, как нарисовать контурный свет мышкой и при помощи графического планшета. Всего покажу 4 разных способа. Мы разберем, какой способ лучше и почему. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Приятного просмотра и не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну что ж, начнем! Первый способ самый примитивный. Мы берем обычную круглую мягкую кисть белого цвета, создаем пустой слой, как обтравочную маску к изображению и рисуем белый контур на одежде. Пока я рисую без графического планшета, но каждый из этих способов можно применять, если у вас есть планшет. С планшетом все будет выглядеть намного лучше, но это я покажу чуть позже. Попробую нарисовать волосы мышкой. Кистью для волос, к сожалению, рисовать не получится. Обязательно нужно, чтобы был планшет, который рисует с разной интенсивностью в зависимости от силы нажатия. Без планшета все очень плохо, поэтому попробуем просто нарисовать такой же контур, как на одежде. Хотя я понимаю, что свет так не ложится, так что, к сожалению, если у вас нет планшета, данным способом вы сможете прорисовать только свет на одежде или разве что только мужские волосы. Затем мы берем кисть большего размера и делаем более явный засвет. Стираем лишнее. Я правда пыталась нарисовать волосы, но сделать это хорошо без планшета практически невозможно. Переходим ко второму способу. Он похож на первый, но отличается тем, что мы будем использовать для прорисовки света специально настроенную кисть. Выберем ту же самую мягкую кисть, зайдем в настройки, поставим галочки напротив динамики формы и передачи, везде выбираем нажатие пера. Немного сплющим кисть, чтобы она отличалась формой от предыдущей кисти. Если вы будете рисовать свет мышкой, как я сейчас, то заметите, что данные настройки не влияют на интенсивность света, поскольку сила нажатия мышкой по умолчанию 100%. Зато если у вас есть планшет, то эти настройки помогут вам добиться классного эффекта. Я почти всегда делаю свет как минимум с использованием двух цветов. Обязательно есть белый по контуру и цветной, в данном случае желтый, который я рисую большой мягкой кистью на отдельном слое. Боюсь, в данном случае, поскольку я продолжаю использовать мышку, а не планшет, нас ждет та же проблема с волосами, поэтому я делаю большие желтые засветы и рисую контур. Не могу сказать, что получилось намного лучше, волосы по-прежнему выглядят плохо, хотя этот способ чуть лучше подходит для рисования одежды и контуров за счет сплющенной кисти. Вы спокойно можете использовать этот и предыдущий способ, если вам нужно быстро нарисовать контурный свет, например, на объектах вокруг. Но для главного объекта я все же советую использовать следующие методы, которые предусматривают наличие планшета. Следующий способ очень интересный. Добавляем Hue Saturation и применяем к слою, на котором нужно нарисовать свет. Обязательно нажимаем Colorize и двигаем ползунки до тех пор, пока оттенок не будет соответствовать тому, который нужен для прорисовки света. Инвертируем маску, чтобы нарисовать на ней свет. Выбираем кейс, созданную нами ранее. Для удобства я ее себе сохранила, чтобы каждый раз не настраивать. Теперь я уже рисую планшетом, но вы можете попробовать рисовать мышкой. Как мы выяснили, свет можно вполне нормально нарисовать на одежде и с помощью мышки, однако нарисовать свет на женских волосах вряд ли получится. Поэтому для повышения уровня ваших работ и их стоимости очень советую приобрести планшет. Причем простой планшет стоит около двух или трех тысяч рублей. Это не так много, но позволит вам сделать качественный шаг вперед. Итак, теперь мы берем кисть для волос и рисуем свет на волосах. Если мы будем рисовать на том же слое с Hue Saturation, который является обтравочной маской к слою с объектом, то мы сможем рисовать волосы только в пределах этого объекта. Поэтому для рисования волос сделаем копию и открепим этот слой. Кстати, удобство этого способа в том, что мы можем легко менять цвета нарисованного света. Мягкой кистью сотрем контур изображения, где волосы, чтобы был более плавный переход. И переходим к последнему способу. Создаем слой со сплошной заливкой фона черным цветом. Режим наложения Screen. Далее создаем слой с картой градиента. Изначально выставляем цвета от черного к белому. Затем примерно посередине выбираем новый цвет, который может быть промежуточным между черным и белым, чтобы градиент получился плавным. Каждый из получившихся отрезков делим еще на две части. Мы можем создавать любое количество точек, но 6-7 будет достаточно, чтобы добиться нормального эффекта. Чтобы каждый раз не создавать этот градиент, мы можем сохранить его, нажав на New. Создаем пустой слой между картой градиента и заливкой. Именно на этом слое мы будем рисовать. Чем хороший этот способ? Он позволяет добиться максимально реалистичного света. Если мы посмотрим на то, как горит светильник, ближе к источнику света все белое, и только потом свет становится цветным, в нашем случае желтым. Такого же эффекта можно добиться с помощью карты градиента. Чем сильнее нажатие на графическом планшете, тем ярче нарисованный свет. Теперь проблема в том, что если мы будем просто рисовать на пустом слое, то свет будет выходить за рамки объекта, что невозможно. Поэтому нам нужно выделить слой с объекта. Если до этого вы создавали маску и что-то убирали на том слое, где нужно нарисовать свет, то сначала нужно превратить этот слой в смарт-объект, иначе выделится все вместе с удаленными деталями. Далее нажимаем Alt и слой выделяется. Переходим к слою, где будем рисовать свет, и создаем маску. Чем ближе к краю мы рисуем, тем ярче должен быть свет, потому что он находится ближе к источнику света. Переходим к краю мы рисуем. Далее увеличиваем кисти и рисуем мягкий свет на объекте. Переходим к волосам. Как и в предыдущем случае, здесь такая же проблема. Если мы не увеличим границы маски, то сможем рисовать волосы только в пределах объекта. Нажимаем на маску и рисуем на ней белой кистью, чтобы увеличить маску в области волос. Рисуем свет на волосах. Здесь мы также можем легко менять цвета градиента. А вместе с тем и нарисованный свет. Для удобства я всегда сохраняю созданные градиенты, чтобы в нужный момент их использовать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, была ли эта информация полезной для вас. Советую посмотреть и другие мои уроки. В них я рассказываю, как сделать оригинальные постеры, как сделать обложку для видео, как у канала в шлеме и как у лебедева. Как вырезать волосы и всего за 3 минуты добиться идеальной кожи. Ну а пока на этом все, до встречи в следующем видео.